МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Сергей Одинцов. Сегодня мы расскажем. Каникулы для школьников, а в школах полным ходом идет ремонт. Какие учреждения образования ждут серьезное обновление? Двойной праздник. Белая Русь поздравила мам, родивших в День независимости в Гродно. Практика ориентированное обучение и научные подходы в организации контрольной деятельности. Взаимовыгодные решения госконтроля и университета. В Купаловском вузе прошла научно-практическая конференция, посвященная юбилейным датам Комитета государственного контроля Беларуси. Сделай покупки и выиграй круиз в Скандинавию. Торговый центр Олд-Сити в честь дня рождения проводит масштабный розыгрыш. Пока ученики беззаботно проводят лето, школы готовятся к новому учебному году. Ежегодно определенные среднеучебные заведения Гродно переживают серьезную реконструкцию. Ремонт кровли, пищеблоков, масштабные работы по наведению порядка. У школ есть всего ничего летом, чтобы прихорошиться к первому сентября. Что ремонтирует основательно, а где понадобится лишь косметический ремонт, узнавала наша съемочная группа. Средней школе номер 16 города Гродно больше полувека. Сегодня здесь порядка 450 учащихся. Она считается малокомплектной. Но теперь большой ремонт добрался и до нее. Больным местом долгие годы были столовая и пищеблок школы. Деревянные полы были вроде бы и крепкими, но все же очень старыми. Непрезентабельные потолки, стены обшиты деревом, устаревшее оборудование. Словом, изменения напрашивались уже давно. Теперь в помещении, больше напоминающем ангар без окон, идут строительные работы. Стены, признают строители, им оставили хорошие. Ровные и добротные. Чтобы изменить остальное, у них есть еще месяца полтора. На данный момент производится устройство перегородок, подготовка под бетонные полы. Идет подготовка к устройству установки пластиковых окон. Полностью будут новые потолки из гипсокартона и армстронг. Облицовка стен будет плиткой, полы будут керамогранитная плитка. Устройство буфета, санузел для инвалидов. Кроме большого ремонта пищеблока, замены кровли или реконструкции актовых и спортивных залов, каждое лето школы приводятся в порядок косметически. Красят стены, обновляют парты, освежают залы и кабинеты. Сейчас здесь трудятся и строители, и сами работники школ. Для них летние каникулы. Пора не менее горячая, чем школьный год. Наша школа открыта в 1965 году, поэтому, конечно же, есть очень много проблемных вопросов. Но мы стараемся поменять новые окна в кабинетах, заменить полы. Старое деревянное на ламинированное покрытие. Очень много сделано по ремонту мебели школьной, силами педагогов, родителей. Также закупается новая мебель в кабинеты, меняются дверные проемы. У нас еще предстоит обглагоустройство пришкольной территории. В рамках проекта модернизации столовой у нас будет установлен пандус, безбарьерная среда. Также еще предстоит сделать ремонты в школьных коридорах. И много еще работы на лестничных пролетах, на запасных выходах, поэтому работы еще достаточно много. Ход подготовки учреждения образования к новому учебному году обсудили на заседании в Гродненском городском исполнительном комитете. Говорили не только о положительных изменениях, старались сосредоточиться в том числе и на проблемах, трудностях, нерешенных по ряду причин, недостатках. Важной темой на заседании стал и вопрос финансовой помощи в ремонте учреждения образования. Одна только реконструкция пищеблока в средней школе номер 16. По предварительной оценке обошлась более чем в 900 тысяч белорусских рублей. Эти средства были выделены из бюджета, а многие другие виды работ в этой, да и в остальных школах города, частично выполняются за счет внебюджетных средств. Благодаря шефской помощи, а также за средства, заработанные самой школой. Самые глобальные изменения произойдут, конечно, в 16-й школе. В средней школе номер 12 полностью заменят окна, как и в детском саду номер 85. О том, что готовить сани лучше летом, все знают и понимают. Поэтому школы готовят не только к новому учебному году, но и к старту отопительного сезона. Особое внимание уделяется подписанию паспортов к осенне-зимнему периоду. И на сегодняшний день уже подписано 63 паспорта. Из них 57 в работе, и из 17 еще ведутся ремонтные работы. Это очень хороший результат, так что к 1 августа у нас практически 100% будут подписаны все паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. К слову, уже в этом сентябре свои двери распахнет самая долгожданная школа, если не во всем городе, то в микрорайоне Ольшанка точно. И самая большая в области, к слову. Сейчас там в самом разгаре обустройства кабинетов уже закуплено вся необходимая мебель и оборудование. Словом, взрослые все лето трудятся для того, чтобы в сентябре ребята пришли в обновленные, теплые, уютные и современные классы, где постигать науки будет особенно приятно. Эллан Табудила, Илья Гошко, Сергей Печерица. Новости Гродно+. В этом году главный контролирующий орган Белоруссии, Комитет государственного контроля, отметит 25-летие со дня основания и столетие образования органов государственного контроля. В честь юбилейных дата, также в рамках тесного сотрудничества, которое уже несколько лет активно развивается между Комитетом госконтроля Гродненской области и Гродненским университетом имени Янки Купалы, в стенах последнего состоялась научно-практическая конференция, посвященная как раз органам государственного контроля. По словам председателя Комитета Анатолия Дорожко, в процессе подготовки конференции он с удивлением обнаружил, что в исторических документах об органах государственного контроля сказано очень мало и скудно. И выразил надежду, что эта тема может стать научным исследованием. В отличие от привычных конференций, этот научный форум собрал настоящих мастеров своего дела. Практическую составляющую – исследования, основанные на собственном многолетнем опыте, представляли сотрудники Комитета госконтроля Гродненской области, не один год проработавшие в этой сфере и имеющие собственные наработки, методы и мнения о наиболее эффективной организации контрольной деятельности. Научную базу представляли деканы и проректоры университета, предлагавшие в ходе конференции свои, основанные на научном подходе точки зрения на этот же вопрос. Тесное сотрудничество с наукой и в частности с университетами Нянки Купалы позволяет нам находить новые подходы, новые способы, новые формы осуществления контроля. И прежде всего направленные на профилактику совершения правонарушений, на их недопущение. Ибо принимать меры уже по свершившимся фактам – это низкая эффективность. Гораздо эффективнее, когда мы можем упредить и предотвратить совершение тех или иных правонарушений. В органах государственного контроля, как правило, работают люди с серьезным опытом и внушительным образованием. Однако это вовсе не означает, что у молодого специалиста, который делает первые шаги в профессиональной среде, нет возможности попробовать себя в этой сфере. Как раз в рамках сотрудничества университета имени Нянки Купалы и комитета госконтроля Гродненской области у студентов есть такие возможности. Мы оказываем в том числе и содействие в подготовке кадров, предоставляя свои возможности и свою базу для прохождения практического обучения сотрудников абитуриента университета. И безусловно, мы уже с этой студенческой скамьи отслеживаем молодые кадры, которые в дальнейшем, возможно, придут на смену нам в комитете государственного контроля. И такой опыт у нас уже имеется. Два сотрудника у нас уже работают в комитете по вот этой схеме. Комитет государственного контроля рассчитывает на научную поддержку университета в вопросе разработки и создания алгоритмов оценки бизнес-планов развития предприятий. Ведь сегодня предприятия должны не просто функционировать. Их деятельность должна быть эффективной, и этому способствует научный подход анализа бизнес-планов. Впрочем, разработкой совместных рекомендаций университета и комитет госконтроля занимаются не впервые. И результаты уже есть, и вполне ощутимые. В прошлом году был такой совместный семинар по итогам централизованного тестирования. И он действительно тоже был таким практикоориентированным. И те наработки, которые были в рамках этого семинара, для того, чтобы абитуриенты чувствовали себя уверенно, для того, чтобы централизованное тестирование прошло для них без стресса и так далее. Вот все те наработки, которые были у нас сформированы в рамках этого семинара, они нашли свое отражение в этом году на республиканском уровне. И мы этим очень гордимся. С любовью к детям представители общественного объединения «Белая Русь» в рамках республиканской акции поздравили мам и малышей, появившихся на свет 3 июля. Подарки и теплые слова принимали и пациентки Гродненского областного клинического перинатального центра. В нашем городе акция для малышей и их мам проходит уже в десятый раз. И каждый год, помимо родных и близких женщин, для которых День независимости стал двойным праздником, поздравляет и «Белая Русь». Подробности в репортаже Аллы Внучко. Жительница города Гродно Ольга Барановская с живописным салютом на этот раз хоть и не любовалась, но эмоций получила сполна. Ведь произошло еще более яркое событие – рождение сына первенца Роберта. И хотя ребенка все ожидали 14 июля, то, что малыш появился на свет в День независимости, для Ольги Барановской стало очень даже символично. Шесть лет назад именно в этот день мы начали встречаться с моим мужем. Через год он сделал именно в этот день мне предложение. И вот так получилось, что наш ребеночек тоже решил появиться в такой знаменательный день для нашей семьи. Это очень приятно. А вот сын Фирузы Абасовой должен был родиться еще неделю назад, но также выбрал более символичную дату. Теперь День независимости для мамы уже троих детей – праздник в квадрате. В ближайшее время новоиспеченная многодетная мама и малыш поедут домой, где счастливые родители будут вместе выбирать имя ребенку. Дома ждет меня муж, сын, Нурлан, три года, дочка норгийска, год и девять. Вот сейчас третьим поедем. Еще не думали, как назвать третьего сына. Я горжусь. На самом деле я не думала, что в этого числа рожут. Я думала, раньше у нас получится. Тех мам, для которых главный государственный праздник стал еще и красной датой в семейном календаре, нашей стране поздравляют по-особенному. В первых рядах в палату к маме с малышом спешат не только родные и близкие, но и глава района, а также представители общественного объединения «Белая Русь». Среди подарков самое необходимое – детские постельные комплекты. Мы приехали с подарками, поздравим. Ну и эти подарки, конечно, будут такие, для того, чтобы помнили, помнили вот то, что все-таки дети родились, такой праздник, канун этого праздника. И мы с большим удовольствием поздравим мам с рождением детей. Если говорить о периоде 10 лет, то мы в пределах каждый год, когда встречаемся здесь, в пределах 20 подарков, мы всегда приезжаем и поздравляем мам. За 10 лет республиканской акции, заботой и вниманием по всей стране окружили тысячи мам и младенцев. Причем поздравления и подарки принимают не только женщины, малыши которых появились на свет 3 июля, но и те, кто родил один день до или после главного праздника страны. Накануне нашего национального праздника Дня независимости Республики Беларусь в сам праздник, и на следующий день после нашего праздника национального в родильном доме в нашем перинатальном центре родилось 19 детей. Стоит отметить, что из 19 родильниц у нас одна женщина родила двойню. Мальчик 3,250 и второй ребенок весом поменьше. Представители общественного объединения Белая Русь с подарками в руках зашли в каждую палату, где 3 июля появился на свет малыш. У девяти мам это были первые роды, пять из них чувства материнства испытали уже во второй раз, а еще пять в третий. И теперь эти дети будут отмечать свой день рождения вместе со всей страной. Алла Вночко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. В Гродно прошла областная спартакиада работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Встреча проводится профсоюзом уже в 14-й раз. За это время выросло не только количество ее участников, а расширился и диапазон спортивных состязаний. Волейбол, мини-футбол, дартс, стрельба и легкая атлетика. Продемонстрировать свои умения и навыки в этих видах собрались почти три десятка команд, а общее число участников составило более тысячи человек. Профсоюз всегда заботится о здоровье своих работников. И мы считаем, что физкультура и спорт – это профилактика заболеваний. Люди, которые занимаются регулярно физической культурой и спортом, они, как правило, не болеют, они более эффективны на рабочем месте. И не зря ряд профсоюзных организаций включили в свои коллективные договора материальное стимулирование тех, кто занимается регулярно физкультурой и спортом. Летняя спартакиада – это всегда большой праздник для ее участников. Ведь это не только повод собраться вместе в неформальной обстановке, но и возможность получить заряд бодрости и энергии, продемонстрировав свои спортивные достижения. К слову, на многих предприятиях в Гродницкой области сегодня созданы все условия для того, чтобы сотрудники могли вести здоровый образ жизни и поддерживать себя в хорошей физической форме. Функционируют бассейны, открыты тренажерные залы, проводятся фитнес-занятия. В том числе, благодаря этому, в нынешней спартакиаде участники смогли максимально хорошо проявить себя и показать высокие результаты во время соревнований. Мы заняли первое общекомандное место. У нас сплощенная команда. Мы регулярно занимаемся. Три раза в неделю проводим тренировки по игровому спорту. Тренируемся, укрепляем свой организм. Стараемся быть здоровыми. Рекламная игра «Покупай и выигрывай с Олд-Сити» набирает обороты. Розыгрыш в торговом центре начался буквально несколько дней назад, а на подарки и призы уже претендует порядка полутысячи человек. Интриги, что в черном ящике, на этот раз никакой. На четвертый день рождения торгового центра Олд-Сити разыгрывают 10 тысяч рублей, круиз по Скандинавии и множество других ценных подарков. Механизм рекламной игры простой – совершить покупки. Совершить покупки в торговом центре Олд-Сити, совершить покупки от 100 белорусских рублей либо 2 чека по 50 рублей за один календарный день. Прийти на инфоцентр, а дальше все объяснят очень все правильно, тактично и полезно. Счастливчики станут известны в день рождения Олд-Сити 15 сентября. Команда торгового центра вместе с арендаторами предлагает каждому гродницу испытать удачу. До 14 сентября прийти в Олд-Сити, сделать покупки для дома и семьи и стать участником масштабной рекламной игры. Самые азартные горожане могут заполнить даже несколько карточек участникам, тем самым увеличив шансы на выигрыш. Ведь до крупного розыгрыша еще более двух месяцев. Сегодня мы купили одежду, зашли в Gloria Jeans, приобрели для себя одежду, покупку, собираемся на море. Вот такие летние вещи. То есть сделали покупки, то, что запланировали, то и купили. Как думаете, победите? Надеемся. Надеемся. Хоть раз, а вдруг повезет. И в завершении выпуска информация от нашего партнера. Мой МТС – удобное приложение, с помощью которого можно самостоятельно решать многие вопросы обслуживания без звонков в колл-центр и похода в салоны связи. Приложение позволяет отключать и добавлять услуги, видеть количество трафика, минуты и СМС. А если установить виджет на экран смартфона, баланс всегда будет перед глазами. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. Я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова